Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу показать вам подготовку к будущему совместному проекту Море. Предыдущий совместный проект Домики был первым проектом, в котором я поучаствовала. Мне безумно понравилось и самой выкладывать видео и следить за продвижением других участников, поэтому и следующий совместный проект я тоже не могу пропустить. Для этого проекта я выбрала вот такой вот дизайн от Dimensions. Это в оригинале он назывался Shells and Blue, то есть ракушки на голубом. И опять же оригинальный размер этой работы 25 на 25 сантиметров, но я приобрела, как я уже показывала в своем видео о планах на 2014 год, я приобрела вот такую вот конвуз нанесенным рисунком, на который можно было вышивать и бисером, и крестиком. И размер этой работы уже 35 на 35 сантиметров. В работе 31 цвет, я уже распечатала себе схему, вот это огромные листы А3. Решила, что мне так будет удобнее на таких больших листах, но также у меня есть и схема в оригинале, то есть как она шла в этом наборе. В наборе шла вот такая вот схема, то есть легенда, здесь описано сколько, какие нужны цвета, как они обозначены на схеме, количество нитей, номер нити DMC и сколько метров понадобится. Вот как можно видеть по галочкам, у меня уже все нитки есть. И далее была вот такая вот схема на четырех листах А4. Четыре части этой будущей картины. Здесь очень красиво. Кстати, я собиралась все-таки вышивать бисером эту схему. Мне казалось, что будет достаточно красиво, но потом, когда я рассмотрела ее поближе, я увидела, что здесь огромная часть всей красоты заключается в бэкстиче. То есть на всех ракушках здесь огромное количество бэкстича, вот здесь также. И мне кажется, что бисером оно будет все-таки красиво, конечно, но будет эффект не такой, поэтому я решила, что остановлюсь я все-таки на вышивке крестиком. Вот таким вот образом выглядит схема с нанесенным рисунком. Это канва, достаточно мелкая, кстати. Наверное, шестнадцатая, но не было указано в наборе. Канва с нанесенным рисунком. Единственное, что вот здесь вот по бокам еще идут вот эти вот завихрюшки, как здесь, но здесь их очень слабо видно, то есть нужно будет вышивать все-таки большей частью по схеме, которая прилагается к этой канве. И, кстати, я еще хотела спросить, подскажите мне, пожалуйста, кто сталкивался с вышивкой по ткани с нанесенным рисунком. Дело в том, что она была сложена, и на ней достаточно серьезные заломы. То есть я уже как-то постаралась ее выгнуть в другую сторону, но вот здесь на самом деле залом вот так вот она была сложена. И вот здесь по бокам, я думала ее прогладить, потому что это логично, прогладить канву перед тем, как на ней начинаешь вышивать, но дело в том, что я прочитала где-то в интернете, что вот эта вот вся краска, она должна во время стирки смываться. И бывали случаи, что когда гладили утюгом ткань, то краска как бы впечатывалась, и потом ее нельзя было уже смыть, то есть она не смывалась. Подскажите мне, пожалуйста, кто вышивал по конвес нанесенным рисунком, гладили ли вы ее перед тем, как начинать вышивать. Для этой работы я уже приобрела все необходимые ниточки, перемотала их на бобинки, сложила в отдельную коробку от DMC, чтобы потом их ни с чем не перепутать, просто достать и начинать вышивать. Значит, здесь 31 цвет, вот эти ниточки я уже перемотала на бобинки, вот эти ниточки еще лежат не перемотанные, потому что это те ниточки, которые повторяются, то есть они у меня уже есть, бобинки с ними уже есть, но они сейчас находятся у меня в другом процессе. И также для вышивки этой работы мне потребуется ниточка креник, она очень красиво на самом деле блестит, переливается, но она очень чувствительна к освещению, то есть не всегда она хочет переливаться. Вот, например, сейчас не хочет. Она переливается таким синим, зеленым, такими лазурными оттенками, очень красиво. Да, к сожалению, камера не передает всего блеска. Это креник номер 032. И она также будет принимать участие в вышивке этой работы. И также еще я буду использовать в своем процессе вот такой вот органайзер, он у меня самодельный, я его уже показывала. Это просто мешочек, в котором внутри лежит слой пенопласта. Это сейчас, не пугайтесь, это сейчас мой процесс, который я вот собираюсь начинать. Я здесь уже разметила вот таким образом, распечатала специальные такие линейки для органайзера и нарисовала значки, уже полностью его зарядила, то есть осталось только начать вышивать. Но здесь еще достаточное количество места, и вот именно оно у меня пойдет под вот эти ниточки. Вот, наверное, это все, что я хотела сказать. Очень жду начала следующего совместного проекта. Уже доделала я свою картину крестиком, которая у меня участвовала в совместном проекте «Домики». Заканчиваю картину бисером. Единственное, что, конечно, немного жаль, что так получилось. И я беру такую достаточно маленькую работу, и достаточно, мне кажется, легкую, так как уже нанесена схема на канву для следующего совместного проекта, потому что так получилось. Потому что я сейчас начала два достаточно больших проекта. Начала уже тоже дизайн от Dimensions, который называется Serenity, Courage and Wisdom, то есть спокойствие, храбрость и мудрость. Это достаточно большая такая работа, 37 на 31 сантиметр. Там огромное количество французских узелков, с которыми я пока еще не сталкивалась. И знаю у них только в теории бэкстич. Там 53 цвета, и для меня это достаточно глобальная работа. И вышиваю я не по набору, а подбором. То есть ниточки я подбирала сама. И также в ближайшем будущем я собираюсь начать новую картину бисером. Это розы практически метр в длину. Поэтому я не могла себе позволить еще заказывать какую-то набор на морскую тему. Еще один большой проект начинать. Поэтому вот пока будет так. Не будем, конечно, зарекаться. Совместный проект будет целых 4 месяца длиться. Так что я не исключаю возможности, что возьму еще одну картину. Но пока что моя подготовка состоит вот в этом. Так что я готова. Ниточки готовы. Схема готова. И теперь остается только ждать начала совместного проекта. Все. Спасибо всем большое за внимание. С большим интересом посмотрю ваши видео, вашей подготовки к совместному проекту Море. Спасибо вам еще раз за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok